Сегодня мы хотели рассказать немного об этих трёх версиях явления Шукадыва Госвами. Как понимать эти три версии, как узнать, на самом деле оставался ли Шукадыва Госвами, Наштика Брахмачари всю жизнь, или на самом деле он по повелению своего отца, как говорит одна версия, или по повелению Махараджаджана Киева, одного из великих духовных учителей Махараджанов, жнился и стал отцом многочисленных детей. Как на самом деле все эти версии соотносятся с версией Бхагаватом, и какая из них правильная? Для начала нам нужно принести поклон всем этим великим личностям, чтобы они осветили духовным свечением нашего сердца, чтобы мы могли хотя бы немножко войти в мистерии духовных личностей, материального и духовного творения Господа. Итак, завтра у нас день явления Шилы Бьяса Делы, Гуру Пурнима. Очень многие люди в Индии в этот день едут к своему Гуру, они празднуют Гуру Пуджу, Яса Пуджу в этот день считается, что это день всех Гуру, почитания всех духовных авторитетов. И поэтому, помолившись в Яса Делы, мы постараемся понять, как именно это литературное воплощение Бога, который приходит, в Ясашвилу Ясадео приходит один раз, всего один раз в день Брахмы, у Брахмы очень много дней, и Верховный Господь приходит в форме вот этого литературного воплощения. Какие задачи в Яса Делы? Ви-Ас. В общем-то, очень много переводов. Ас — это складывать вместе, аранжировать. Очень много значений этого слова, но, в общем-то, мы привыкли переводить как редактура. Да, это очень многоуровневая редактура. Итак, в Ясадео — литературное воплощение Бога. То есть Господь приходит как автор и редактор. Ему эта роль очень нравится. Он приходит совсем перед Каль-йогой, чтобы дать возможность людям, Мандо Сумандо Матайосу, очень неглубоким, медленно работающим Сумандо, глупым совершенно, недоразвитым в духовном смысле интеллектом, и получить доступ к сокровищам ведических писаний. Так, Шилов Ясадео. Перед ним лежат все великолепия духовной истины, все писания. И единый Бхагава, это Махао Пурана, который описывает абсолютно все воплощения Господа, все веды, три или четыре. Сначала это одна веда, Ясадео потом разделяет их. Все писания, все, что писает духовную и материальную Вселенную, все эти сокровища, перед ним совершенно в смешанном состоянии. Это все, каждое из этих повествований, это сокровище. Оно, Кришна, будучи достаточно экономным, повторяет похожие игры, похожие драмы раз за разом, но всякий раз прыгает их в другом варианте со своими преданными. И преданные приходят играть в его пьесах, в его драмах, каждый раз другие, как пианист играет. Каждый пианист интерпретирует любое произведение, по-своему вкладывает свою душу, свое искусство, свое настроение в конкретный момент, в исполнение, таки преданные, которые приходят играть по партитуре Господа, вкладывают всех в себя, и от этого лило обретает совершенно разный вкус. И так перешила в Ясадеву и все эти удивительные сокровища. И только Господь может решить, что в Кали-Югу может помочь людям, что они могут постичь, что на этой планете Земля им доступна. Да, это карма Бхоми, это место, откуда люди только отсюда, в основном могут расти духовно, и дорасти так, чтобы развить желание, квалификацию, выбраться из материального мира. И так Шилова Ясадева разбирает эти все сокровища, сортирует, редактирует, их раскладывает, некоторые он вкладывает в сторону, потому что эти сокровища будут доступны на более высоких райских планетах, причем для каждого уровня планет свои, продолжительность жизни, глубина ума и духовности на каждой планете своя. И поэтому это все сортирует Шилова Ясадева в отдельные шкатулки или даже в духовные сундуки. И вот для сейчас, для Земли, для Калюги у нас Шилова Ясадева создает 18 махапуран, каждый из которых описывает 10 тем, главных тем. И причем эти 18 махапуран разделены на три категории по гунам материальной природы для людей, которые находятся в основном, каждый человек под влиянием какой-то одной из гун. Конечно, в Калюгу все смешано совсем в чистом виде, никакой гуны тут не бывает, но Шилова Ясадева ориентируется на то, что все-таки главное влияние гуны на человека остается с ним на протяжении многих жизней. И так Шилова Ясадева сортирует всю духовную информацию, которая сейчас может дать благо человечеству по трём категориям, по трём гунам. И так у нас есть шесть махапуран в каждой гуне, после этого у нас есть упапураны, младшие упураны, которые обсуждают более узкое количество предметов. В каждой малине меньшие упураны обязательны пять, тем для обсуждения остальные необязательны. И эти упапураны уже рассчитаны, они более прикладные и рассчитаны на самые разные смешанные категории людей. Итак, изо всех восемнадцати пуран, амалу пурану, это Шримад Бхагаватам, для нирмацаранам, сатам, для людей, которые настроены, по крайней мере, стать святыми для познания абсолютной истины, сатчит ананда, нирмацаранам, полностью лишённые зависти, или, по крайней мере, стремящиеся к этому. И поэтому презентация в Шримад Бхагаватам совершенно хрустально чистая, прозрачная, не затрагивает никаких гунь, даже сатвагона. Это писание, которое рассчитано только на прославление Бхагават, преданных, чистых, преданных Господа, которые являются нашими моделями, образцами для поражения. И Бхагавата, Господа самого Бхагавана, потому это называется Шримад Прекрасный, украшенный Шри Лакшами, достояниями Абсолюта, великолепием Абсолюта, Шримад Бхагавата, Маха Пурана, Великая Пурана, их 18, но прекрасные Бхагаватам один. Итак, чистота презентации вне гунь материальной природы Бхагаватам. Именно для этого мы рассказали три варианта. Их наверняка есть больше, мы все праны наплывающим не исследовали, не добрались. Но вот презентация Шримад Бхагаватам для тех, которые стремятся полностью предаться миссии Господа, миссия Господа, миссия наша, это Хари Тошина во всем и всегда. Удовлетворять Господа Хари. А это значит, стремиться видеть мир преданных, свои цели в этой жизни, его глазами, пытаться развиваться так, как он этого хочет, пытаться на каждом шагу, каждое мгновение своей жизни удовлетворять его во всем.